Ну а сейчас совершенно необычайный калаш Смотрите, какая красота Своих, своих увидали Тут, тут Ваня, Ваня тут, тут Ну что, начнем, пожалуй, с той стороны Так сказать, с правого фланга На Саратке, а в руках у Сергея Шалимова Из города Саратова Именно эта гармошка Саратовская, Волжская Сергей, продемонстрируйте И прозвучат Волжские напевы Сергей Шалимов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ай, колокольчики-то какие, а! Субтитры создавал DimaTorzok Молодец! Браво! Саратке-то клопаем И Сереже Шалимову Ну а дальше идет наш Аксакал Настоящий, неподдельный Это Батыр Абасович Апаев Республика Дагестан Лискинка На Кавказской гармонике Кавказской гармонике Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Батыр Абасович Дагестан Вологодскую гармошку Представит Николай Ильич Филин И прозвучат наигрыши Вологодских деревень Наши русские северные Батыр Абасович Дагестан Батыр Абасович Дагестан Пружева плетет Ой, спасибо Ну а далее у нас молодой гармонист Максим Строев Приехал с Орловской области И сам-то он с города Ливны и гармошка оттуда Называется Ливенка Знаменитый это гармон тем, что в свое время на ней играл наш поэт Сергей Есенин И еще ее называют самой длинной гармошкой в мире Прозвучат ливенские страдания Давай, Максимка Она такая тихонькая Не все же вот громко-то Аплодисменты Вот так на ней можно еще играть Пожалуйста Ну и этот Максим Строев Орловская гуверния Город Ливны В руках у Ивана Костина из города Тулы, конечно же, русская, тульская наша гармошка Ну что ведь такое заводное, а? А он еще и левша Потому что наоборот играет Да побыстрее, Ванечка, побыстрее Дума, родина гармонии А он еще и левша А он еще и левша А он еще и левша В руках у Александра Ланина из города Барнаула наша сибирская однорядка, та самая, на которой играл наш дед Дмитрий Захарович Заволокин. Редкая ныне гармошка. Александр, что сегодня прозвучит? Наигрыши сибирские. Сибирские наигрыши. Поприветствуем сибиряка! Антайский край! Антайский край! Антайский край! Спасибо, Саша. 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 Спасибо, Саша.